Краткое содержание первого сезона. Компания друзей-кладоискателя отправилась ни много ни мало за 650 километров от столицы на поиски приключений. Посетив часть из намеченных интересных и безумно красивых мест, мы решили добраться до одного крупного заброшенного села. Вот тут-то и начались настоящие приключения, незабываемые и мистические. Намеченная цель нам казалась тогда такой легко доступной, но как же мы ошибались? Препятствия на нашем пути возникали одно за другим. Буквально с каждым метром, приближаясь к таинственному селу, мы ощущали, как увеличивается сопротивление неведомой силы. Она заставляла кружить нас кругами, тратя драгоценное время и силы. Погодные условия также были не на нашей стороне. И все же мистическая сила загадочного села в тот раз одержала верх. Максимум, чего мы смогли добиться, это приблизиться к селу на расстояние в километр. Ближе в тот сезон добраться нам так и не удалось. Уже после, вернувшись домой, мы долго анализировали, что же нам помешало. Возможно, нами было неверно выбрано время, ведь поехали мы в аккурат на Пасху. Возможно, невзгода наслал на нас домовой за то, что мы забрали его чугунок из заброшенного дома. А возможно, таинственные силы заброшенного села посчитали нас просто неготовыми, морально или духовно. Уже под конец, смотря на наше упорство и упрямство, силы природы сжалились и решили прийти к нам на помощь. И послали нам белого зайца, чтобы он указал нам путь в полной темноте. И нам бы следовало, как в фильме «Матрица», прислушаться к словам Тринити и последовать за белым кроликом. То есть свернуть налево. Но, как часто бывает, мы городские жители, давно утратившие связь с природой и перестав тонко чувствовать ее желание и предзнаменование, просто проигнорировали эту столь явную подсказку и свернули вправо, где окончательно и завязли. Ну вот прошел год, и близилась очередная поездка. Подготовка к ней началась практически сразу после нашего возвращения. Мы работали над картами, продумывали всевозможные варианты маршрутов. И вот этот день настал. Здесь и начинается второй сезон «Кладоискателей. Тайна заброшенного села». «Эх, земля, ты, матушка Россия, золотые вольные поля!» «Руки синие, глаза красивые, не без них берешься по полям!» «Эх, земля, ты, матушка Россия, слышишь, шьется песня жуковля!» «Пока ты, красивые, ты, косы, не пройдешь, тайна земля!» Всем привет! С вами снова я, Белый Копатель, и Серега пока что. Вот, выдвигаемся мы. Сегодня у нас утро, 4.30 где-то. 5 ровно уже. 5 уже? 5 утра. 5 утра. Стартуем в деревню на поиске приключений. Снимать второй сезон. Поехали. Погнали. Тополя. Тополя, тополя. Они только их везут, перемещение им. Да. Они будут их вставить. Это будем с китайцами воевать. кстати вот эти вот тополя ты знаешь где хотели собирать в этом в ашане вот это ну как заброшка которая была на месте ашаток это вот должен был быть цех по сборке тополей мне вот недавно кто-то из наших копателей сказал ох ребята едем мы время 6 20 в общем солнышко встает и мы едем прямо на восток на солнце не комфортно на сервере сегодня у нас первый день наших больших приключений вот едем мы уже владимир проехали объездную дорогу проехали до после владимира и где-то находимся мы за в общем четыре часа пути от подольска три наверное три с половиной где-то серёга решил перекимарить так как мы в четыре часа ночи стартанули в 5 где-то мы стартанули вот и серёга решил немножко покимарить вот я-то как пассажир мне чё сочковать приходится поэтому вот я высадился там нас проходит трасса а вот там впереди у меня виднеется деревне вот какие-то как мне кажется что это строение от деревень мы решил немножечко походить размяться здесь вот пробегусь съехали мы с дороги вдоль вот этих березочек попробую добежать вот до тех строений ну либо просто поближе к ним посмотрим что получится из этого а коля ночь едет поездом мы его еще ближе уже к нашей точке назначения забираем со станции и уже объединяемся и втроем едем уже дальше в деревню отошел совсем недалеко от машины вот там она виднеется серёгина до прошел по прямой буквально и до деревни еще метров наверное 500 а то и побольше почва очень интересная такая легко копается песчаная здесь и вот выскочила уже какой-то какой-то артефакт интересный главное что крупный крупная медная какая-то кокарда не кокарда пряжка интересная но тоненькая 2 находка конина кажется вот здесь вот была дорога на деревню сейчас по прочесываю это место привет повидло чаепития удержались открыли уже паек сейчас будем печеньки хавать в общем где-то мы возле пестова останавливались едем дальше пестовчанам привет догоняем из кинзадзе свеженькие новая модификация лучше на мазуте теперь на мазуте а и 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 уже ветерок, да? здесь свежо. смотри, а что там? по обочине едет на бочечник, сними. да, да, заснял, дерзкий обочечник вот здесь, видишь, куда не доехал, нормально еще дорогу, можно ехать, а за ним уже яма. ребят, да, мы еще все едем, а Коляноч нас там уже ждет, смски пишет, строчит, ищет, и найдет, и найдут, у нас такой план, что он на поезде там высадился, и мы его подбираем, поэтому он там-то уже кукует, сейчас сколько скажем, с 8 утра, с 8 утра, 5 часов уже там жарится, в принципе, 5 часов достаточно, чтобы там найти кого-нибудь, замутить, вот, и бросить, жестко как бы, сейчас посмотрим. полный цикл отношений, либо создать за 5 часов. да, да, все, как бы, все стадии прошел за 5 часов, а это у нас, что у нас, слободское. слободчанам, привет. да, такой слабенький приветик вам, слободский. нормально, как жители все равно, смотри, не маленькая, вон еще дальше там она, слободское, по-любому кто-нибудь есть, наверное, наши. вот, видишь, вот эти вот погреба, такие кирпичные, это все зажиточное в этих красных крестьян, вот купеческий дом тоже, вот заброшка, ай-ай, красота какая, тут вообще большое село-то было. лепота. смотри, остатки. да, вот они кругом здесь. ну, что-то похоже, какая-то от старой церкви еще, вот она заброшечка какая, ай-ай-ай, прям можно, а нет, ну она еще хозяйственная. вот, вот это вот все вот, кирпичные, вот эти вот погреба, помнишь, мы с тобой ходили там, тоже такие были. все, слободское проехали. слободское проехали. собственно, почему мы здесь остановились? раньше дорога проходила, вот эта новая дорога сделана, а раньше она вот отсюда выходила, видите? то есть, был очень крутой поворот, знак стоял 40, но все равно, когда даже ночью поворачиваешь, туда вообще ничего не было видно, потому что он слишком такой загогуленный был. и очень часто здесь были аварии. ну вот, очень часто. и вот этот участок переделали. дорога шла-шла, и остался от нее мост. собственно, куда мы сейчас подойдем. вот до сих пор остатки тех самых аварий и опасных участков. горядища. 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 вот, вы представляете, да, резко дорога. шла вот оттуда. с моста еще хороший разгончик. поднимаешься, и резко, да. и закрытый поворот был. еще как бы насыпь какая-то была здесь. и... очень опасно. все, конец дороги. или начало. смотрите, еще разметочка. та самая старая разметка. я сейчас точно не скажу, но примерно год, в котором закрыли этот участок. насколько я помню, это то ли 2007, то ли 2008 год. вот так вот. то есть практически 8 лет назад уже. ну, плюс-минус, плюс-минус. вот мы сейчас идем по дороге. совершенно не боясь, что откуда не возьмись выскочить с какой-нибудь автомобиль. ну, конечно, погода. здесь ветер холодный. реально сейчас где-то 2 градуса всего. холоднее, чем в Москве. тем более в Подольске. вот мы подходим к мосту. ну, конечно, уже все перила тут срезали на металл сдавать. вот. а река называется Сундовик или Сундовик, не знаю, честно говоря. или Сундовик. это, скорее всего, старый мост был. потом мы перенесли сюда. а потом мы этот уже закрыли. река называется Сундовик 16. как бы разбежаться, прыгнуть, а что потом? как дальше? уже никак. стоишь там на обрыве дороги. а дорога шла вот так вот. дальше. вдоль леса. и вот она шла-шла-шла туда. очень красивый участок был. а дальше вообще она между двумя там, как говорится, просека такая была, проходила. всегда этот участок радовал, когда его проезжаешь. Коляныч обещал, что будет внимательно смотреть за этим видео, поэтому привет Колянычу. лайки ставить обещал. ну, посмотрим, досмотрел он до этого привета или нет. Коляныч, привет. также привет Юре. мы сделали это. Николая, с которым мы виделись буквально вчера, но они это видео видят только зимой. да, привет вам, удачи пацаны. надеюсь, вы там надергаете нормально тоже. да, самое главное, когда вы уже это видео будете смотреть, мы уже будем знать, что вы там надергали или нет. с вашей поездки. это такой флешбек. сейчас мы еще не знаем. да, сейчас мы не знаем. и когда это видео выйдет, мы уже будем знать, что мы накопали. и накопали вообще. да, да, сейчас неизвестно. но в любом случае, друзья, если вы уже это видео видите, это уже хорошо, значит наши записи кто-то нашел. да, да, но вы нам не рассказывайте, что мы нашли. что нам сейчас было интересно. да, мост, по которому уже никто никогда не проедет. подожди, вот так вот. на фоне надписи. здесь были они. ладно. пора ехать дальше. да. коляновь ждет. да. то есть когда-то, может быть, вообще вот так вот. здесь можно что-нибудь типичное снять такое документальное. машину, например, с моста скинуть. художественное. даже художественное. машину загнать и скинуть ее. ооо, там какие зомби. ооо. идут такие по мосту. да. прикольно. смело он лет 15 точно простоит. да, да. то есть он, конечно, будет разрушаться. тут, как бы, ручеек такой слабенький, он не подмоет. а также, что для моста, это, износ машины его, износ ему делают. а так он будет стоять и стоять. тут, смотри, будет заливаться вода, проникать вода. а когда будет замерзать, они будут разрушать камни. вот, лет когда образовываться будет. ну, это долго. это будет расширяться только трещины, как бы. ну, трещина, потихоньку, трещина, потирок. да, интересно он такой. во что превратится? будет он так? ну, лет через 15 сюда приедем, но все равно мы регулярно в Майдан ездим, смотрим на этот мост, наблюдаем. интересно. ну что, друзья, на этом сталк заброшенного моста. кончается, как эта дорога. но конец этой дороги означает только то, что наше приключение только начинается. мы продолжаем свой путь, смотрите нас дальше. большим мурашчанам привет. вон, видишь, космонавт стоит. большим и маленький. слева. космонавт? да, один из трех. да, да, да. это же Юрка. Юра. Юре, привет, кстати. Юра, Колян, всем привет. и Юра, колян, всем привет! Субтитры делал DimaTorzok 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 Собственно, совсем чуть-чуть нам осталось доехать Меньше часа 30-40 минут До точки Ну, что, уже все, почти доехали Собственно, выехали Привет, Никите из Пильны Сейчас мы попробуем с тобой связаться Пробуем закантачиться Но лучше с нами не связываться Поготоваться Мы попробуем сами Но лучше с нами не связываться Но что из этого получится, неизвестно Вот Удивительно, приезжаешь, когда вот такие вот населенные пункты Ты говоришь, что все за тобой наблюдают Абсолютно все Верите? Ну, давай, белый Говори, что мы сейчас приехали к твоему подписчику Специально Да, сейчас Никитос подтянет Да, вот так вот Друзья, и вам тоже может повезти, если вы как-то пригласите белого Донатите В общем, потом будет под видео ссылка на... Прайс Как он называется у звезд? Этот... Райдер Райдер, чтобы пригласить Белого Капати в гости Райдер Там баня обязательно Ну, девчонки это естественно Как бы Вот Значит... Маленькую, другую, большую Обязательно место, где где белый найдет клад Это обязательно В Райдере прописано Да Клад Минимум такой-то Такой-то Монеты помечены Как бы, да Итак, друзья Как вы видите Сам белый Копатель приехал к своему подписчику И даже может с ним Завтра покопать Что для этого нужно? Для этого нужно все три вещи Первое Быть подписчиком В группе Белого Копателя Два Быть подписчиком На Ютубе Белого Копателя И три Тысячи долларов equally Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот так здесь собак выгуливают т�аааааааа А ну ладно так этом доме мы будем жить. Четверо суток. Там баня. Красота. Деревенька. Еще, 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 еще. На сухое еще, еще. Хорош. Вот мы и приехали. Татья Галя нас кормит вкуснейшим супом. Щи с курицей. В общем, вообще хорошо. Да с перчиком. Какая же здесь тишина. С потрошками. А воздух какой. Утонул что ли? С дороги вообще на ха-ха пробивает. Особенно, когда приезжаешь. Я тут часто замечал, вот с Серегой на рыбалку сходишь, когда на велике, обратно там на себе его притаешь, на ха-ха вообще пробивает. Да, тоже. Мозг должен как-то. Какой-то да, какой-то механизм включается защитный. А потом Серегу на себе притащил. Да. Слебал. Вместе с аккумулятором. Аккумулятор. 15 килограмм или 20. Не особо. Главное зачем? Можно было оставить там, спрятать. Я потом на машине приехал. У нас связь как-бы. У него сел телефон как-бы. Аккумулятор сел. Ха-ха-ха. Точнее не то, что сел. Не брал телефон как-бы. Давайте для дна запишем историю. Давай. Ситуация такая. Наш друг Серега, в общем, мы приехали в Майдан. И, значит, он... Я их на машине ночью отвез на берег реки, вверх по течению. Они, значит, сели на лодку, взяли аккумулятор автомобильный, подключили фонарь. И вот, мы с фонарем. Вот. И строгой там щучку. Вот. С другом, с Ваней поехали. Вот. Значит, я привез их, к моему, часов в одиннадцать. И договоренность была, значит, часа в три или в четыре, то есть я выхожу на связь. Ночью? Да. Потому что телефон не везде берет. И договорились в четыре утра, как бы, я поставил будильник на четыре утра. А так как меня не брало там в доме телефон, я просыпаюсь, просто поднимаюсь в гору. И где-то в четыре созвон, чтобы я за ними куда-то приезжал там. Заговорились, они до Пьянского моста доплывут. Ну, значит, я их загружаю, они накачивают лодку, сразу принимают допинг, все как полагается. Я уезжаю. Уезжаю, так спать хотелось. Приезжаю, лег спать, четыре часа просыпаюсь, ухожу на гору, пытаюсь звонить, сбрасываю. Тогда я набираю, сбрасываю. Что ж такое-то? Поехал к нему домой. Приезжаю. Думаю, может, он уже дома как-то? Нет его дома. Ну, ладно, поеду потихонечку к мосту. Начинаю ехать. Отъезжаю буквально километр от дома, отъезжаю, смотрю, идет. Несет аккумулятор. Тяжелый. Я поравнялся с Серегой, говорю, давай садись скорее. Молча несет дальше. На меня внимания ноль. Я говорю, Серега вообще не обращает внимания. Я говорю, Серега, садись, как бы, сел. Молчи. Вообще не разговаривает с собой. Обиженный, да? Ну, потом, значит, довез его. Ну, и, значит, история такая. Собственно, как только я их отвез на берег реки, они садятся в лодку, начинают плыть по течению. Ну, и, значит, а у них вот эта строга или багор там, ну, как... Один другого багорова. И, значит, плывут, смотрят, светят. И Ванька такой, о, щука. Серега говорит, точно, точно щука. Раз, а это коряга. Короче, ломают. У него, как теплевилка такая, ломают полностью, и них не с чем. То есть, удочек нет. Что делать? А я уехал. Соответственно, я уехал, у них под горой не берет телефон. Они решают доплыть по течению до Пьянского моста. Ну, они доплыли там быстренько, минут за 40, наверное. Приплыли. Уже холодно, ночь как бы. Вот. Выпили все, что у них было, все согревающее. Сидят, думают, что делать? Пытаются мне звонить, а у меня не берет телефон. А у нас договоренность 4 утра, а время там, как бы, первый час ночи. А им холодно, замерзает, да. Что делать? Серега говорит, надо идти, как бы. И, соответственно, собирает лодку на себе. Лодку резиновую тоже достаточно там неудобно. Вез в Афанске. Тоже еще килограмм, он 10. Ну, как бы еще, да. И аккумулятор берут. И Шуманка говорит, может оставим? Говорит, нет. Аккумулятор, ну, жалко еще там стащат. Хороший аккумулятор. И взяли и пошли. Ну, расстояние где-то от Допьянского моста, ну, если это километра 5, наверное. Да, мне кажется, меньше. Да, меньше. Может, 3-4. Да, ну, в общем, представьте, ночь. Вот они идут, а там в ночь вообще ничего не видно. Как картошку намять или как? Да нет, так поймем. Сами зубками намнем. Да, спасибо. А что лучше мятлю? Вкуснее. В общем, и значит, и как, со слов уже там Ваньке, они говорят, пошли, говорит, несет, несет. Там тяжело 15 килограмм или сколько, может, больше. В общем, они идут там буквально несколько минут, потом сидят, отдыхают, как бы, проносят, отдыхают. В общем, они перли-перли, дошли до асфальта, когда асфальт начинался. Дошли, устали, говорит, на стойку, он принес, говорит, поставил аккумулятор, какая-то коряга, он там сел, прислонился и вообще отрубился, и уснул, как бы. Чело нести, как бы. На час, что ли, просыпается, а то, что уже коров прогоняют мимо, и он такой лежит с аккумулятором, как бы, мимо коров. Идут под стук там. Он лежит с аккумулятором, потом взял, потащил его дальше, как бы. И вот, говорит, уже к дому остается чуть-чуть, и вот я на машине подъезжаю, говорит. Как раз к четырем потом подтащил. О, у меня все четко. Я вот не понимаю, можно было с этим аккумулятором, ну, кто там ночью положит его на машине, быстро там доехать, и вот. Может появился, что конденсат там запорез? Не знаю. Откачется? Тут, мне кажется, дело в том, что слишком много приняли согревательного, и поэтому мыслить уже правильно не могли. Вот с дороги прямо уснул, хорошо хоть лето было. Серега догоняет, решили отметить приезд, ну, и как бы немного взбодриться. Супчика поели, сейчас до магазина попивасику закупимся. Да, и потом в баньку. Вот, смотрите, тут же территория заброшенная, там все покосилось. Все покосились. Да, в общем, дали нам добро походить на огороде. Спасибо хозяйке, да. Вот, и довольно-таки большой участок в центре деревни. Еще один у нас намечен на обслеживание. Причем возле церкви. Близости к церкви. Да, это вот дом чей-то заброшенный, но вокруг еще живут люди. И территорию просто используют, да, полео. У нас есть заброшка. Вот так же, кстати, стоит, как бы, да, по идее. Никто не использует уже. Ну, тоже не болит. Обязательно должны посвятить хотя бы полдня по колодцам эти магниты. В наш колодцов из нашего дома. Ага. Обязательно прям. Еще тут много колодцев есть. Так что... В общем, как всегда, планов громадье. Да. Что успеем, то и сделаем. Вот. В общем, думаю, увидите. Ну, потом нарезочку сделаем. И на лайв-канал подписывайтесь. Ставьте лайки православные. Вот. На все подписывайтесь. На инстаграм подписывайтесь. Твиттер, свитер, фейсбук. У тебя твиттер есть? Я везде есть. Я даже в ЖЖ есть. В журнале. Теперь и на первом канале есть. Да, теперь белый и на первом канале. На первый канал подпишитесь. Порывай в там локти кусает уже. Спрашивали, как бы. Я говорю, ну, вы, наверное, знаете Порывай. Нет, даже не слышал, как бы. Унизило его. Где-то в этот момент грустит один Порываев, как бы. Когда на телевидении появляется белый копатель, в этот момент грустит один Порываев где-то. Один. Все радуют. Поправляет очки свои знаменитым, как бы. Надо ему привет передать. Клаковым пальцем. Да, как бы. Вот так? Вот так вот. Да, да. Очки поправляет всегда. Песню поем, знаешь. Мы собрались втроем, там, купили разные еды и сели, чтобы пожрать, кому что, а мне досталось. Еда с Е-95. Загуститель этот. Люди, а помните, вот что творите? Майдан, это же воздух, чистота, вода. Ну, не стыдно так делать. Ну, это просто, это никуда не конец. Ну, да. В городе, в городе мы все в урны стараемся, да. А вы вот, у нас в городе дышать нечем, у нас все загажено, все. И то мы стараемся хоть как-то там. А вы такую природу убиваете. Это форум. Группа ВК. Да, да, да. Это вот, называется. Обсуждают очередной ролик белого копателя. Смотрите, как происходит. Группа ВК, как бы. Собираются, как бы. Разговаривать с ними на языке гормонов. Вот туда. Гормоны там, кто там, феромоны вырабатываются. Они там чувствуют. Молодец. Все. Мы не залаяли вас. Лайк за пса. Залайкали. Лайк за этот. Помесь лайка пса. Ну что, ребята? Ну и сам-то покажись. Показался. Ну и после бани. Да. Спать хочется и в 10 раз больше. Я готов был уснуть вообще в бане. В бане была, знаете, такая баня, когда она уже такая остывшая и, как бы, такая, вроде и пар есть, но она такая холодненькая, прохладненькая. И ты в ней такой распарился, но не сильно. И выходишь, чтобы охладиться в предбане. И замерзаешь, потому что ты не прогрелся настолько, чтобы не замерзать. Пойдемте уже. Все, бежим, да, бежим в дом. Не хочет, но... Ты российская дорога, семь загибов наверху. Йоу. Вы, российская дорога, семь загибов наверху. Ты, земля, ты, матушка Россия, золотые больные поля. И сильные глаза красивые, и блестные сверочек поля. Ты, земля, ты, матушка Россия, слышится песня журавля. Вот, обколется своей марихуаной. И сильные глаза красивые, и блестные сверочек поля. Эх, земля, ты, матушка Россия, слышишь, шьется песня журавля. Пока ты с красивой выказки, косы, и поется тайная земля.